Порой человеку, чтобы разрешить ту или иную проблему, приходится обращаться в различные государственные инстанции. Улучшение жилищных условий, социальная помощь, благоустройство – это только малая часть вопросов, с которыми приходят на прием к главе района местные жители. Юлия Пономаренко из Немчиновки пожаловалась Андрею Иванову на то, что в селе отсутствует социальная инфраструктура. На село Немчиновка и село Ромашково нет ни одной муниципальной школы, нет ни одного детского сада муниципального и нет поликлиник. То есть вот такая вот большая-большая проблема. Но на данный момент мы больше хотели бы коснуться именно отсутствия школы и детского сада. Глава Одинцовского района взял проблему на контроль и пообещал в ближайшее время помочь найти территорию под строительство необходимых социальных объектов. Еще одно обращение, с которым пришла на прием жительница Одинцова – предоставление места ребенку в детском саду. До этого предлагали два садика – в Голицыно и в Убинке. Но с учетом того, что мы живем в Жуково-34, я чисто физически не смогу туда ребенка отвозить и вовремя забирать. К сегодняшнему дню накопили определенную проблему, дефицит дошкольных учреждений. Это не потому, что кому-то из нас не понравился ваш ребенок. Весной следующего года Анне Вандушевой пообещали выдать путевку в Одинцовский детсад номер 35, расположенный около налоговой инспекции. Еще одна актуальная тема – недовольство работой управляющих компаний. У Зинаиды Артемовой из лесного городка в квартире проблемы с отоплением. Температура в помещении не превышает 11 градусов. Что касается стояков, вы рассказываете о причинах, почему холодно. Мы говорим о том, что нужно отфиксировать. Холодно, все, отфиксировали проверки и дальше будем уже применять меры воздействия. Тогда заодно посмотрите, что в подвале. Записаться на личный прием к Андрею Иванову можно по телефону 8-495-599-15-18 или непосредственно в здании администрации Одинцовского района. Анна Пряхина, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова». Там есть.